Мы любим одни времена года, больше других. Есть люди, которые страдают от жары, а некоторым ее так не хватает на протяжении всего года. Одни любят определенный период, раннюю весну, позднюю осень, другие радуются наступлению конкретного месяца. На дворе стояла теплая осень. Грибной сезон был в самом разгаре. Марфа Алексеевна была еще тем грибником. Каждое утро она брала лукошко и отправлялась в лес на сбор молоденьких боровиков. «Ты опять за грибами? Ты куда их девать будешь, Алексеевна?» Крикнула соседка через забор. «Так вас буду угощать», — улыбнулась старушка. «Это хорошо, я не откажусь от белых грибочков, особенно хороши жареные, да со сметанкой», — мечтательно произнесла Клавдия. «Ну тогда договорились, занесу тебе сегодня свеженьких, пожаришь своим». «Спасибо, Алексеевна, буду благодарна». Женщина долго шла по лесу и никак не могла найти свою полянку. Она одна со всей деревни знала места, где растут настоящие боровики. Этот лес старушка знала очень хорошо, ведь провела здесь практически все детство. Это место ей показала бабушка. С тех пор Марфа ходит только сюда. Наконец, женщина нашла полянку и стала собирать грибы. Внезапно она услышала, как кто-то жалобно скулит. Оглянувшись по сторонам, Марфа увидела щенка, который попал в капкан. «Миленький мой, да как же тебя угораздило? Это что же за сволочь такая поставила свои капканы по всему лесу?» Запричитала женщина, пытаясь освободить щенка. «Потерпи, мой хороший, сейчас я помогу тебе». Минут через пятнадцать Марфе Алексеевне удалось освободить невольника. «Давай, малыш, беги», – произнесла пожилая женщина. Но щенок не мог держаться на лапках. Он упал прямо перед своей освободительницей и, смотрев на нее, продолжал скулить. «Все понятно с тобой, дружок. Пойдем ко мне, будем лечить твои лапы». Марфа усадила больного в лукошко и поспешила домой. Она обработала больную лапку щенку, повязала тугую повязку и напоила его молоком. «Алексеевна, что там насчет грибочков?» В дом вошла соседка. «Клавдия, не до грибочков сегодня мне. Вон, посмотри, щенка нашла в лесу. Кто-то Капканов понаставил, нужно егерю сказать. Боже мой, Марфа!» Соседка схватилась за сердце. «Это же волчонок, выброси его!» «Клава, ты в своем уме. Да какая разница, кто он, ему помощь нужна». Но, как знаешь, и соседка ушла. Через неделю щенок встал на лапы и бегал повсюду хвостиком за своей новой хозяйкой. Только вот одна беда, дружок не мог лаять, только скулил. «Ох, Марфа, и накличешь ты беду на себя. Ну разве ты не видишь, что это волк? Сейчас он маленький еще, а что будет, когда вырастет?» Никак не успокаивалась соседка Клава. «Ты ведь сама видишь, он даже лаять не может. Не собака это. Да какая мне разница, волк он или собака? Он мой друг, привязалась я к нему всем сердцем, и не собираюсь гнать его со двора. Шло время, и дружок вырос. Стал все чаще убегать в лес. Алексеевна волновалась за него, ведь он хоть и волк, но домашний. Верный друг не оставлял бабушку надолго одну. Вдоволь набегавшись по лесу, он всегда возвращался домой. Как-то зимой Марфа заболела и слегла. Дружок долго скулил в сенях, но у женщины не было сил выпустить его. «Потерпи, дружок, я скоро поправлюсь и выпущу тебя на улицу». На утро следующего дня у женщины поднялся жар. Марфа даже воды не могла набрать. Дружок продолжал сидеть в сенях. Через некоторое время он стал толкать сильными лапами дверь, пока не открыл ее. Старушка почувствовала холод, который заходил в дом через открытую дверь. «Вот проказник, выбрался все-таки», — подумала женщина. Буквально минут через десять в дом забежала обеспокоенная соседка, а за ней дружок. «Соседка, ты слегла, что ли?» Захворала немного, некому мне и воды подать. «Как это некому?» «Скажи спасибо своему верному другу, это он позвал меня на помощь». «Ты знаешь, хоть это и волк, но умный и добрый», — произнесла Клава и погладила его. «Как это позвал?» — удивилась бабушка. «Прибежал ко мне, стал выть, звать меня за собой. Я сразу поняла, что с тобой что-то случилось. Соседка сделала Марфе горячего чая с малиной, дала лекарство и собралась уходить. Ты поправляйся, а я завтра загляну к вам. Дружка твоего покормила, так что не волнуйся». Наутро Алексеевна почувствовала себя лучше. Бабушка поднялась с кровати и пошла готовить завтрак. Дружок моментально проснулся, подбежал к хозяйке и замахал радостно хвостиком. «Спасибо, дружок, чтобы я без тебя делала. Ты только в лес не уходи надолго, плохо мне без тебя будет». Вот такой удивительный рассказ, а вам спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. Всего вам доброго!